И хотя по понятным причинам нашим корреспондентам взять эксклюзивное интервью у Георгия Босса напоследок не удалось, ну понятно, не до этого сейчас человеку, представляется интересным фрагмент его выступления на бизнес-площадке, которой вот уже 20 лет является Калининградская торгово-промышленная палата. Я должен сказать вам, друзья мои, что инновации заключаются не в том, чтобы купить у кого-то лицензию производства и технологии. Конечно, это большой путь. Конечно, во время этого пути надо что-то есть, соответственно, надо что-то производить. Поэтому покупать новые технологии и развивать у себя производство тоже необходимо, но надо при этом понимать, это производство, любое, все, что мы не купим, это уже прошедший день. Начал работу, не дожидаясь инаугурации. Одним из первых предприятий, которое посетил Николай Цуканов до официальной передачи ему символов региональной власти, стал Калининградский морской торговый порт. Портовики пригласили нового губернатора на совещание, где рассказали об инициативе. Необходимо восстановить судоходство по внутренним водным путям области. Эта тема крайне для нас интересная, она позволит обеспечить себя работой на ближайшие 5-6 лет, работой стабильной. Если мы включимся в этот процесс, по нашим оценкам, мы выйдем на показатели лучших годов, что для нас очень важно. Туристическая отрасль, рабочие места, появление региональных судоходных компаний, международные связи. Все это начнет, как грибы после дождя появляться и расти в нашем регионе с восстановлением судоходства по рекам. Но главное, что интересует портовиков, грузы для строительства Балтийской АЭС. Водный транспорт значительно дешевле автомобильного и железнодорожного. Одна речная баржа способна перевезти, к примеру, столько щебня, сколько помещается в 40 грузовиков. И главное, это даст возможность сохранить нынешнее состояние дорог. Сегодня на строительство национальной станции потребуется миллиарды, миллионы тонн грузов, перевезти эти грузы. И мы понимаем, что эти грузы будут перевозиться автомобильным транспортом. Если автомобильным транспортом мы разбиваем внутренние наши дороги, это не одну сотню километров и это не один миллиард на восстановление этих дорог придется потратить. Чтобы баржи вновь пошли по рекам, необходимо углубить фарватер в нескольких местах, восстановить навигационное оборудование для обеспечения ночного судоходства, починить разводные механизмы на нескольких мостах по пути следования. Суммы, необходимые для этого, назывались ориентировочно – от половины до полутора миллиардов рублей. Но эффект от таких затрат, очевидно, мультиплицирующий. Раз порт выступил инициатором этого проекта, значит, это говорит о том, что им это интересно. А это уже здорово, когда есть инициаторы, значит, есть возможность сдвинуть с мертвой точки этот проект. В перспективе, считают портовики, малые партии экспортных и импортных грузов можно будет отправлять не только морем, но и по внутренним водным путям вглубь ЕС. Жанна Мелин, Наталья Красакова, программа «Особая зона».